всем красивой композиции друзья и сегодня у нас с вами обработка в лайтрум работать мы с вами будем вот с этими кадрами и в результате получим вот такие замечательные фотографии несколько важных моментов про обработку и пресеты обработка которую мы сегодня будем делать красиво ляжет не только на кадр с шаром пресеты из нового пака гласбол хорошо будут смотреться на дневных светлых и ярких кадрах подойдут как для портретов так и городского сюжета особенность такой обработки заключается в ее легкости воздушности прозрачности с умеренными ненасыщенными цветами пресеты которые я вам отдам в этом видео подходит для всех программ по обработке изображений от adobe photoshop это lightroom camera roll и конечно же для мобильного lightroom фотография с которой я сегодня буду работать будет находиться в свободном доступе по ссылке под видео поэтому жмакайте на паузу скачивайте открывайте lightroom и присоединяйтесь к обработке вместе со мной и результатом нашей обработки станут пресеты которые вы также можете скачать по ссылке под видео и это будет ни один не два а целых восемь пресетов но приседа будут находиться под паролем пароль в одной из подсказок которые появятся сверху в правом углу вот в этом месте пароль вам необходимо будет вести вот в это поле для этого нужно брать и посылки которые находятся под видео инструкция по установке настройки пресетов также находится в этой же папке с пресетами ну а мы приступаем к обработке и так друзья первым делом что я делаю это ставлю галочки удалить хроматические аберрации и включить профиль коррекции далее мы с вами поднимаемся вверх и переходим в базовые настройки я сделаю экспозицию чуть-чуть поярче а контрастность немного пониже света я уберу пожалуй полностью влево и видите как сразу небо заиграла дополнительной информации информацию в тенях я слегка добавлю точку белого опущу до минус 60 точку черного подниму где-то до плюс 50 не пугайтесь что фотография становится бледно и некрасивая мы с вами будем работать в кривых это основная наша с вами обработка добавлю текстурки побольше 20 немного четкости 10 ну может для кого-то это и много смотрите сами насыщенность я уберу где-то примерно на минус 20 а сочность при подниму примерно плюс 35 переходим в кривые в канал rgb и так я зажимаю клавишу alt ставлю ключевые точки но вот этих перекрестиях теперь точку белого я немного опущу вниз точку в светлых средних тонах тоже немного опущу точку в средних темных тонах опущу посильнее вернул фотографии контрастность пожалуй вот так вот теперь точку черного подниму вверх сделаю тени поинтереснее по бархатистее и между двумя крайними точками слева добавлю еще одну точку и продолжая удерживать кнопку alt я потяну ее вниз так здесь пожалуй все двигаемся дальше переходим в красный канал ставим ключевые точки 1 2 3 ставим сразу дополнительно точку вот здесь дополнительно точку вот здесь белые мы с вами двигать не будем подведем немножко только темные средние оттенки здесь я добавлю одну точку вот сюда одну точку вот сюда и теперь всю плеяду точек которые отвечают за темные средние тона я опущу немного вниз так вот эту чуть-чуть посильнее напоминаю вам что все я это делаю удерживая кнопочку alt и это помогает мне делать тоненько и ювелирно подвигать совсем чуть-чуть мои точки пожалуй этого будет достаточно теперь переходим зеленый канал и делаем примерно то же самое расставляем точки добавляем точку вот сюда посередине добавляем точку чуть-чуть ближе к середине добавляем точку суда и также двигаем немного вниз те точки которые отвечают за темные и средние тона на самом деле я не просто двигаю точки я посматриваю на оттенки я выбираю те оттенки в средних темных тонах чтобы они меня удовлетворяли если вы не совсем понимаете для чего это и как делается то посмотрите обязательно видео по ссылочке сверху переходим синий канал расставляем точки при переходе с канала на канал вам придется кнопочку alt отпускать а так вы можете все время ее удерживать на одном месте работать с точками в синем канале мы делаем с вами ровным счетом то же самое что мы делали и предыдущий раз но здесь вот эту точку которая находится ближе к середине я отклоню совсем совсем чуть-чуть двигаемся дальше возможно потом мы кто новый кривой еще вернемся если оттенок нас не будет устраивать итак переходим в панель и чисел и так у нас с вами на фотографии присутствует цвет кожи вот на этой ладони поэтому нам важно не испортить этот цвет давайте мы красный переведем немного в сторону оранжевых плюс 5 будет достаточно оранжевый переведем в сторону красных я думаю что где-то минус 5 тоже будет достаточно желтый мы увидим сторону оранжевых посильнее где-то примерно на 40 45 зеленый вводим в сторону желтых примерно где-то на значение 35 может быть даже чуть больше пусть будет 37 аквамарин я уведу в сторону синих и это значение у меня будет 62 а синий уведу в сторону аквамариновых оттенков это значение у меня будет минус 24 именно такой цвет синего я и хотел получить отлично теперь пурпурный мы с вами полностью убираем в сторону синих оттенков а мадженту то есть малиновый убираем полностью в сторону красных оттенков отлично переходим к насыщенности насыщенный цвет кожи вот такой мне не нравится поэтому я красный буду убавлять посильнее минус 10 оранжевый тоже слегка прижму где-то так минус 12 желтый уберу посильнее пожалуй минус 55 зеленый зеленый меня виднеется вот там вот вдалеке но мне не хочется чтобы он привлекал внимание поэтому я тоже убавлю его посильнее но все-таки он должен остаться легкий небольшой намек на зеленый цвет пусть будет минус 48 аквамариновые я не трогу а насыщенно синего я немного прижму такой ядовитый синий мне не очень нравится ну и терять его тоже не хочу поэтому остановлюсь на значение минус 20 пурпурный и мадженту я полностью убираю минус 100 далее давайте мы добавим на кожу немного загара для этого просто оранжевой в яркости уберем влево я думаю что где-то 10 11 будет достаточно и сделаем немного потемнее синий вот так у нас становится более благородный более интересный цвет все-таки мне кажется что на коже сохранился лишний красный цвет давайте мы красный побольше добавим сторону оранжевого ну да оранжевый где-то вот 8 10 самый оптимальный вариант как мне кажется давайте попробуем еще раз насыщенность вот так мне кажется будет смотреться поестественнее поинтереснее давайте теперь перейдем назад в тоновую кривую посмотрим что вообще она нам дала подключим ее и включим к такому положению кривых каналах я долго пристреливался поэтому здесь ничего я менять не буду я оставлю как есть а все разнообразие тонов и оттенков вы увидите в других пресетах которых будет ровно 8 и так давайте завершим нашу обработку перейдем в панель резкость добавим немножко резкости 50 я думаю будет достаточно у меня этот объектив очень резкий поэтому больше повышать резкость я не буду вы смотрите по своим снимкам и немножко поборюсь с шумом совсем чуть-чуть добавлю в яркостной значение 5 детализацию а скорее всего будет стоять на значение 50 поэтому необходимо убрать его в ноль так все панели я скрыл у меня осталось только виньетка которую я хочу немного добавить давайте мы значение введем примерно на минус 15 центральную область я полностью подвину влево до значение 0 округлость я уберу плюс 100 растушевку плюс 100 и контра светлых плюс 100 как мне кажется у меня на фотографии есть немного лишний фиолетовый но побороться с ним хочу в основных настройках в базовых в английской версии это называется tint в русской оттенок и подвину просто слегка влево вот так стало поинтереснее изображение готово давайте мы эти настроечки все сохраним в пресет теперь давайте откроем пак пресетов вот они все восемь пресетов про которые я вам говорил и теперь давайте откроем например вот эту фотографию и посмотрим как лягут на нее мои восемь пресетов и так глаз болт 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 и пресет который мы с вами только что сделали 0 0 8 отлично ну и не забывайте что каждая фотография обязательно требует легкой доработки как правило это экспозиция и баланс белого это основное если на фотографии есть человек есть вид кожи то необходимо ее доработать панели и чисел а сегодня на этом все но впереди нас ждет много интересного и полезного богатой разнообразие жанров и способов обработки поэтому не забудь подписаться чтобы не пропускать новые видео со свежими пресетами фильтрами и стилями пиши комментарии оставляй свое мнение но будет полезно всем кто смотрит этот ролик ставь лайки меня это мотивирует на более частые выпуски видео творческих кадров и всем пока это мотивирует на более частые выпуски видео Субтитры сделал DimaTorzok